Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу рассказать о небольшом пятидневном отпуске, в который я ездил недавно по своему штату Северная Каролина. Вот я показываю на экране сейчас карту Соединенных Штатов. Северная Каролина находится вот здесь вот с краешку. Сейчас я ее увеличу. Живу я в агломерации, называемой Треугольник. Это несколько городов, сросшихся вместе. Крупнейшая из них Роли и Дюрем. Я живу в городке под названием Апекс. Вообще в Америке основная сложность с отпуском, то что мало дней его дают. И следующее, что плохо развит общественный транспорт. Путешествовать надо либо на машине, либо лететь куда-то на самолетах с несколькими пересадками. Ну и отсюда проистекает стандартное отношение американцев к отпуску. То есть ты вначале долго-долго-долго куда-то добираешься, потом передыхаешь и тратишь очень много денег, потому что отпуск редко и ты копишь на него долго. Потом ты долго-долго добираешься обратно. Даже если ты не едешь на машине, то все равно это занимает продолжительное время. А дополнительные расходы также появляются из-за того, что машину надо брать по месту прилета. В Америке с общественным транспортом очень плохо, если даже ты хочешь перемещаться в радиусе километров 10 от своего отеля, нужно и озаботиться. Поэтому достопримечательности не такие, чтобы там захватывающие. Ну, по крайней мере, не на каждом шагу такие встречаются. И стоят они довольно дорого. Сложно что-то спронировать, но мне кажется, мне удалось. В эту поездку у нас получились и природные достопримечательности, и культурные, и даже на концерт сходили, и в парке развлечений побывали. В общем, 29 мая, понедельник, это был праздник в Америке, Memorial Day, так что пришлось взять всего лишь два дня отпуска. Поэтому в пять дней пришлось уложиться. Суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда. В субботу утром мы направились на машине из дома в сторону Эшвилла, ну, туда ближе к границе между Северной Каролиной и Теннесси. Вот она, так вот идет по диагонали. И заночевали мы в городе Марион. Так, сейчас я его, наверное, найду. Вот он, да. Большую часть пути мы ехали по 40-й трассе, I-40, мимо Winston-Salem. Это тот самый Winston, тот самый Salem, знаменитый своими сигаретными фабриками. Там до сих пор находится штаб-квартира British American Tobacco. Но, конечно, производство сигарет сейчас уже не то. Однако там мы уже бывали, это относительно недалеко от дома. И мы двинулись прямо-прямо почти без остановок в сторону Мариона. Хотя можно было бы забрать здесь немножко севернее и поехать по... Блю Ридж Парквей, это... Я о ней уже рассказывал в одном из предыдущих видео, когда я там ездил. Такая живописная трасса среди гор. Горы здесь не особо большие, лишь немногим больше двух километров над уровнем моря самые высокие. Ну, такие холмики. Но они довольно живописные. Приятно ехать по этой Блю Ридж Парквей. Она вьется. То и дело встречаются смотровые площадки. И, в принципе, если вы нетребовательный турист, можете весь двухнедельный отпуск там провести. Ехать от смотровой площадки к смотровой площадке. Через каждые полкилометра останавливаться, фотографироваться. Хотя виды там не отличаются принципиально друг от друга. Ночевать в кемпингах. Ну, а потом, когда надоест, вернуться на скоростное шоссе и отправиться обратно. Но участок до Эшвилла, примерно Блю Ридж Парквей, вот он так наискосок идет, мы уже проезжали раньше. Было не так интересно. И мы проехали сюда. Когда мы доехали до Мариона, мы не собирались сразу же заселяться в гостиницу. Мы свернули вот на эту 221-ю трассу, чтобы доехать до Линвилькейс. Мы уже посещали раньше в своей поездке Блю Ридж Парквей Линвилл Фоллс. Это водопады, ну тоже такие средненькие, с приятным трейловым маршрутом через скалы. А в этот раз мы посетили находящиеся неподалеку пещеры. Это, как утверждается, единственная активная пещера в Северной Каролине, доступна для посещения. Билеты стоят что-то, по-моему, 13 долларов для взрослых. По пещерам организуются туры каждые, что ли, 15 минут или полчаса. Ну, в общем, все можно проверить на их сайте. Вот тут видно пещеры. Сверху сейчас я попробую вызвать фотографии. Да. Пещеры доступны для посещения посетителями достаточно давно. Система небольшая, но она живописная. Там есть самые разные формации, несколько уровней. Вода, слепые рыбки, история некоторая, связанная с этой пещерой времен войны за независимость американской. Она достаточно стабильная. Время посещения там 30-45 минут. Сразу несколько групп находятся одновременно. И в целом для разнообразия путешествия по Блю Ридж Парквей я это все очень рекомендую. Было интересно. Отметить хочу грустную историю летучих мышек, живущих в этой пещере. Как нам рассказал гид, обычно там живет, зимует, там бывает достаточно холодной зимой, больше тысячи летучих мышей, но в этом году было лишь 50. На них напала какая-то завезенная из-за океана хворь, белые грибы. Когда летучая мышка ложится спать на зиму, у нее падает температура тела и у нее оказывается благоприятное условие для того, чтобы на ней росли грибы. Ну, в частности, в носу. У нее начинают эти расти грибы, как белые усы. Они не то что не убивают, но у нее все очень сильно чешется. Когда у нее все очень сильно чешется, летучая мышка просыпается и поскольку холодно, зима, есть нечего, она умирает от голода и холода. И эта эпидемия, как говорят, проходит сейчас по всем Соединенным Штатам и косит ряды зимующих летучих мышей. Но вот в том месте, где я живу, зима очень мягкая. В этом году даже снег не выпадал ни разу и летучие мышки живут спокойно. Вот, в общем, мы осмотрели пещеры. Это было первой достопримечательностью на нашей пути природной. Дальше мы отправились вниз-вниз-вниз, ближе к Мариону, чтобы посмотреть Lake James State Park. Вообще, при многих озерах организованы различные парки с пляжами, трейловыми маршрутами, чем-то там еще. Не все озера идеально подходят для купания, но вода вот в этом Lake James удивила. Она была очень прозрачной, голубой. Там действительно много трейловых маршрутов вокруг озера. Есть кемпинги. И мы не покупались, поскольку было довольно свежо. Температура была где-то плюс 10 Цельсия. Но с удовольствием там погуляли, посмотрели природу. Несмотря на то, что мы отъехали, в общем-то, совсем недалеко, километров 300 от своего дома, природа, деревья и даже птицы немножко изменились. В общем, тоже получили большое удовольствие. Этим мы, в принципе, и занимались до вечера. То есть хайкинг, трейкинг, созерцание озера, проведение времени на природе. А затем отправились в свой отель в Марионе. В Америке очень развита культура мотелей. Они не супер дешевые, но, в принципе, до 100 долларов за ночь это приемлемо. Мотели редко можно встретить уж совсем, прямо посреди трассы. Но поскольку то и дело попадаются какие-то маленькие городки, у них есть и соответствующая инфраструктура. Тут же, к тому же, Блю Ридж Парквей, горы в целом, это излюбленное место отдыха американцев, которые не хотят или не имеют средств ехать куда-то далеко. Поэтому тут есть из чего, в принципе, выбрать. Заселяясь в отель, мы встретили большую группу канадских бабушек и дедушек на мотоциклах. Все экипированные по полной. У многих мотоциклы были с прицепами. Они путешествовали по Америке. Они беседовали между собой на французском. Я не стал выяснять, долго ли едут они и куда. Но, тем не менее, это такой туристический перекресток, к которому мы прислонились и начали наш отпуск. На следующий день мы проснулись рано утром, поскольку у нас уже были куплены билеты в Билтмэр Эстейт. Дальше по дороге, где-то здесь час пути от Мариона до Эшвилла, находится Билтмэр Эстейт. Это знаменитая штука. Это самый большой частный дом в Соединенных Штатах. Площадью примерно 16 тысяч квадратных футов. Он очень сильно напоминает французский шато. Он был построен в конце 19 века. Вернее, начатая его стройка была в конце 19 века. Вот вы можете видеть. Построил его сын железнодорожного магната Вандербильда. Тоже Вандербильд. Он, когда навещал свою маму и бабушку в этих краях, они жили как раз рядом с Эшвиллом, проникся красотой этих мест, погодой и решил построить тут семейное генезидо. В общем, было вбухано огромное количество денег здесь. Помимо постройки этого дома, замка, он скупил более 500 местных ферм, а фермы это не огороды. То есть здесь действительно огромная площадь угодий. Была организована различная индустрия, вино, молоко, знаменитые коровы. Даже еще когда он туда заселился, в самом конце 19 века, этот Билдмарт Эстейт был знаменит на всю Америку своим мороженым, которое там же изготавливали. И это самый дорогой туристический аттракцион, где я когда-либо побывал. Я купил самый-самый-самый дешевый билет. Это 125 долларов с человека за вход. Туда входит проход на территорию особняка в заданное время. Туда входит аудиогид. Ну и все. Ну и можно еще погулять по садам. И парковка тоже туда входит. Что я могу сказать о вот этом самом Билдмарт Эстейт? Ну, если вы видели какое-нибудь любое французское шато в долине Луары, то ничего нового вы там в принципе не увидите. Ну, конечно, этот особняк был построен с учетом самых современных технологий конца 19 века. Там есть функционирующий холодильник с испарительной камерой. Там есть прачечная с мощным электродвигателем, который осуществляет привод стиральной машинки. Там есть бассейн и спортзал для того, чтобы владелец мог поддерживать свою физическую форму. Ну вот сейчас я еще, может, какие-то фотографии интерьера покажу. Это зимний сад внутри. Сразу после входа в особняк он встречает посетителей. Так, еще один вид на этот самый Эстейт. Это парадный зал, украшенный французскими габелленами. Там есть несколько каминов. А с противоположной стороны, которая не видна здесь, находится орган. Орган тоже подключен к электроприводу, который качает воздух, и он вот играет разные мелодии. Лоси-олени с роскошными рогами, гербы. Ну, в общем, так вот, дорого-богато. И, в принципе, этот самый Билтмарт Эстейт, это теплица в саду. Тоже, кстати, интересное место для посещения. Там очень много разных всяких цветов. Можно посмотреть. Библиотека. Ну, я начал говорить, что этот Эстейт испытывал те же самые проблемы, что и французский шато. То есть, он довольно быстро морально устарел. Жить там было некомфортно. Ну, в частности, потому что никакого кондиционирования для летнего периода там не было предусмотрено. А лето бывает очень жарким в этих краях. Он требовал огромного количества денег на свое поддержание. И, в общем, конечно, штука крутая, но уж слишком большой размах. К тому же, в начале 20 века в США немножко изменилось налогообложение. И такую огромную территорию владеть ей стало слишком дорого, даже для миллиардеров. Ну, и потом была Великая Депрессия. Это подвал основного билдмарт-стейта. Это такой вид, расстилается там из окон. В принципе, было не так живописно, когда я там был, поскольку сейчас начало лета, и все зелено-зелено. Вот тут видно осень. Но все равно впечатляет, особенно если учесть, что вся эта земля, включая горы, была частью имения. В первой половине 20 века, ну, то есть уже к концу 50-х годов, можно сказать, в начале второй половины. Вандербильты съехали оттуда, ну, вернее, как начали съезжать полностью, они покинули особняк, ну, практически полностью, лишь к концу 70-х годов 20 века. Но в конце 50-х он превратился в музей. Имение было разделено на несколько частей. Еще в начале 20 века большая часть была продана, пожертвована государству. И на бывшей земле имения вандербильтов, вот этого Билтмара, был организован национальный лес Пизга. То есть этот заповедник, это бывшая часть имений, от которой избавились, чтобы скостить налоги. Часть земель имения была конвертирована в... Как это? Ну, по сути, они остались прежними, но с юридической точки зрения они получили сельскохозяйственное значение и стали подвергаться меньшему налогообложению. Особняк стал музеем. Были организованы частные компании, несколько по управлению винокурнями, по управлению сельскохозяйственными фермами, по управлению особняком, сохранению наследия и музеификации всего этого добра. Вот. В общем, этот Билтмара Стейт это памятник американскому тщеславию, памятник тому, что могут делать шальные деньги и памятник тому, чем это все рано или поздно заканчивается. Потомки вандербильтов до сих пор живут в этой местности. Близлежащая деревня и большая часть города Эшвилл они работали исторически. вот с начала XX века на семейство вандербильтов, так или иначе, на фермах, в развлекательной индустрии, ну или как-то косвенно на поддерживающие предприятия всего этого дела. Ну, я видел дом, который престарелый потомок вандербильтов недавно продал. Писали в новостях, что это была одна из самых крупных сделок в Северной Каролине за последнее время, ну то есть конец с 2020-х, начало 2020-х. Естественно, этот дом был современный, на первый взгляд ничем не выделяющийся среди стандартных американских домов, площадью где-то в четыре раза меньше, то есть не 16 тысяч, а около четырех тысяч квадратных футов. Вот. Но, конечно, этот ресурс сильно более простой и управляемый. Но, вот можно видеть, насколько этот особняк такой крутой и помпезный. Хотя, вот, конкретно эта комната, я помню из аудиогида, в ней находились во время Второй мировой войны в эвакуации некоторые картины и скульптуры из американского главного музея искусств в Вашингтон, Ди Си. Потом, уже ближе к концу войны, когда стало понятно, что ни немцы, ни японцы Америку захватывать пока не будут. Все это дело вернули назад. Ну, а эта комната была использована как склад в первую очередь потому, что она так и не была делана во время активного использования этого особняка. Говорится, что в особняке 250 комнат. Конечно, большая часть из них закрыта для посещения. Вернее, как, я купил самый-самый дешевый тур и с помощью этого тура с аудиогидом можно обойти весь особняк за пару часов. Можно, конечно, и подольше задерживаться на одном и том же месте, но осматривать там не так, чтобы много есть чего. Там, конечно, есть интересные элементы убранства и картины, но он все-таки не дотягивает до полноценного музея в этом плане. можно еще купить за дополнительные деньги тур с гидом, который покажет еще некоторое помещение закрытое для посетителей нищего рода, в которые всего по 125 долларов за вход готовы отдать. Можно купить тур по винокурням, за отдельные деньги вам покажут, как делают вино, и его можно дегустировать, еще есть конюшни, короче, накрутить можно очень много там чего. Там есть и отель, и резорт, дополнительные сады, трейтинговый маршрут, можно купить абонемент на посещение в течение года. Ну, в общем, все, что предлагает полноценная вот эта корпорация по поддержанию и управлению всем этим барахлом. Вот, а эта комната была завершена, это одна из основных комнат, она находится на первом этаже, непосредственной близости к галерее, которая примыкает к парадному залу, который я показывал выше. Лишь в конце семидесятых, то есть этот фонд использовал эскизы архитектора, использовал некоторые материалы, которые были куплены, так и не установлены. Хотя, может быть, я ее с чем-то путаю. Суть это не меняет. Фоторган, который не было видно на той фотографии, он играет во время посещения действительно. в общем, так вот выглядит это все добро. Вот бассейн, это, кстати, очень необычно для того времени и для Америки в целом. Этот бассейн был спроектирован для прыжков в воду и плавания, рядом с ним находится гимнастический зал, а американцы, по моим наблюдениям, вообще-то плавать очень сильно не любят, ну, потому что что, 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 в воду лезть, мочиться, утонешь еще. Некоторые экстремалы еще плавают на лодках и каное, рыбача в это время, но вот чтобы прям вот плавать, плавать, без лодки, без спасательного круга, это мало кто делает. Даже те, кто выезжает на океан, ну, может быть, плещутся в волнах, так, чтобы вот леглудже, чем по пояс, не заходить в воду. Или даже вообще в воду не заходят, а весь день лежат на солнце, либо загорают, либо в тенечке, ну, бродят по пляжу, собирают ракушки, ну, в общем, такой вот отдых. Но в Вандербилд, видно, был товарищ прогрессивный, следил за здоровьем и вот, значит, плавал. Бассейн прохудился с тех пор, денег на его починку, видимо, нету, поэтому сказали, что его давно не наполняли. Когда-то там то ли в 80-х, то ли в 90-х Вандербилд, и которым все же через этот фонд, этот особняк принадлежит, хотели устроить какую-то мемориальную вечеринку, наполнили бассейн, а следующее утро обнаружили, что вся вода в подвале. Так что вряд ли он когда-нибудь будет снова функционировать. Вот такая вот еще одна штука. Там, помимо бассейна, есть еще боулинг, например, говорят, один из первых частных боулингов в американских домах. Рождественские украшения, ну, я был там не на Рождество, всего этого там не было. То есть это все фотки из Гугла. Комната с габелленами, настоящая, аутентичная французская габеллена 16-го века. Спиральная лестница вдохновленная Леонардо да Винчи. Я был в замке, где она была оригинально построена во Франции. Он, конечно, не так богатый отдел, но с исторической точки зрения возможно даже более интересен. Вот. Такой вот Билдморестейт. В общем, я не знаю, имеет ли смысл посещать его более одного раза с абонементами и с дополнительными турами, но отметиться, что вот да, ты там был и видел, наверное, стоит даже за такие огромные денежища. Посмотрев, как следует, этот Билдморестейт, погода испортилась, мы погуляли по садам, которые тоже любопытные. Там, кстати, вот даже на гугле видно много есть трейловых маршрутов, которые уводят к реке, куда-то там в сады, можно гулять там и гулять, если вы любите именно природу. Но какой смысл гулять за 125 долларов или больше, если можно отъехать в лес-заповедник, который доступен для всех бесплатно. Кстати, не все леса и заповедники доступны бесплатно. В большинстве национальных парков это самые крутые, типа Гранд Каньон, Секвоя, надо платить за вход или абонемент покупать. Но в Северной Каролине есть парки штата, большинство из них бесплатные, но некоторые нет. Нужно на некоторые озера платить за въезд. Я купил в этом году абонемент, который позволяет мне эти самые озера посещать, потому что одно, даже два таких крупных платных озер находятся близко от моего дома и я езжу туда плавать. Но это абонементы на те парки, где доступ свободный, тоже дают какие-то преимущества. Например, в Лейк Джонс, о котором я только что говорил, они по идее должны давать плавать бесплатно и там вроде бы даже кто-то за плавание собирал деньги, хотя вроде как никто не проверял, купаются люди с билетами или нет, потому что там пляж такой ничем не огороженный. И бесплатно нам полагается с этим билетом аренда каноэ или водных велосипедов. Но я был уже на нескольких озерах, где такой билет дает право на такую бесплатную аренду и нигде эта аренда не работала. Везде пункты были закрыты в связи с экономическим кризисом, нехваткой персонала или чем-то таким. Ну, да, вот такое вот отступление. Ладно, в общем, мы закончили осмотр Билтмара, не сильно мы ходили по окружающим каким-то просторам. Мы даже не останавливались в Эшвилла или в Билтмар Вилледж, не покупали никаких сувениров за огромные деньги. Вот, мы только перекусили на Аскара, там есть пункт общепита, такой, ну, не скажу, чтобы сильно дорого или сильно плохо, но да, и дорого, и плохо. Там еще есть ресторанчик, но мы его нашли уже после того, как поели на лотке и поехали дальше. Дальше наш путь лежал в сторону резервации Чироки. Вот здесь видно Чироки. Значит, в свое время американцы со всех наиболее подходящих земель в Северной Каролине и в окружающих штатах изгнали индейцев куда-то туда в горы, валите там подальше. Они ушли, долго шли, называлась это все дорога слез, и вот здесь находится историческая резервация Чироки. Они не то, что происходит из этих мест, но тут уже как-то обосновались. Также здесь начинаются великие дымные горы, не видно, если я передвину, будет видно, Great Smoky Mountains, и начинаются дальше на север Аппалачи. Здесь же находится начало, может, не самое начало, самой длинной американской пешеходной тропы, это Аппалачи антрейл, которая идет несколько тысяч миль, ну, почти до самой Канады. То есть, можно идти, 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 некоторые люди на пенсии встают туда, идут несколько лет, некоторые кусочками проходят каждый год отпуск на пару недель. Ну, в общем, если вам охота сильно очень погулять, то вот это вот туда, туда все американцы едут гулять, чтобы так вот прям нагуляться. Возможно, это самая длинная в мире организованная пешеходная тропа, ну, то есть, за ней следят, как-то там расчищают, там есть знаки, вот, и все это через горы. И горы эти Аппалачи, конечно, чуток повыше и поинтереснее, покрасивше, чем то, что можно увидеть на Блю Ридж Парковой. Тем не менее, поскольку в прошлые свои разы мы не доезжали дальше Эшвилла, мы даже до Эшвилла не доехали по Блю Ридж Парковой, вот сверху мы добрались сюда, а потом отправились на юг, там находится Чемнирок. Достаточно красивая скала с лифтом, оттуда открывается хороший вид. То есть, на самом Блю Ридж Парковой конечно красиво, но однообразно, а вот если вы хотите отъехать чуть-чуть в сторону, вот в Линвилл Кейс пещеры, вот Чемнирок, Маунт Митчелл, самая высокая гора Северной Каролины, много такого. Там еще в Линвилле рядом есть детская, ну не детская, а туристическая железная дорога с паровозами. Тоже мы там пока еще не были, может быть, как-нибудь соберемся в эти края и сделаем там остановку. Так что, да, вот рядом туда-сюда отъезжать, можно что-то интересное найти. Но, поскольку время у нас еще было, после Билтмара ничего такого на тот день не было запланировано, мы отправились в Чироке по Блю Ридж Парквей. Эта дорога идет, сейчас я чуть-чуть приближу, вот она вначале идет вниз, как я не вижу, видно или не видно, да, должно быть видно. Вот, она идет вниз от Эшвилла, потом поднимается наверх, пересекает опять шоссе, айфоти уходит наверх, здесь девятнадцатая трасса, пересекает девятнадцатую трассу, а потом ныряет опять к Чироке. Ну, в общем, в этот раз мы доехали до пересечения с девятнадцатой, что устали сильно, доехали до Чироке по шоссе, а обратно, когда мы возвращались назад уже, на следующий день, мы проехали последний оставшийся вот этот вот участок Блю Ридж Парквей, то есть для нас эта тема была закрыта. И хотя вроде как ничего интересного, ну, холмы, холмы, долины, но приятно, все-таки я получил удовольствие, когда ездил по этим серпантинам, видно здесь, что дорога неровная, таких уж прям крутых серпантинов здесь нет, все-таки горки невысокие, вот здесь видно, то и дело, всплывают значки оверлоков, ну, смотровые площадки. Покажу чего-нибудь, совершенно типичный вид. Ничего особенного, никаких скал, там, заснеженных высот, ну, приятно, да, вот когда тебя это все гипнотизирует, часами и часами ты на это смотришь, иногда делаешь остановки, в общем, как бы своеобразное, конечно, удовольствие, но я в целом рекомендую. До Чироки мы добрались уже к вечеру, там мы поужинали, и пошли смотреть самую главную достопримечательность всех индейских резерваций в Америке, это казино. Я вообще видел казино, насмотрелся еще в Лас-Вегасе, которая тоже, по сути, индейская резервация, но тут оно тоже есть, то есть, как бы, тут есть, конечно, и музей индейцев, в который мы в этот раз не попали, но, может быть, в следующий раз пойдем. Тут есть театр, образцово-показательная индейская деревня, но в целом индейцы живут как, ну, такие бедные американцы, то есть, у них есть обшарпанные домики, ну, у некоторых менее обшарпанные, много трейлер-парков, где живут люди, которые не могут позволить себе нормальный дом. Вот, естественно, огромное количество мы проезжали мимо всяких разных сувенирных лавок, где продают какие-то рога, шкуры выделены, выделаны свистульки, но мы там даже и не останавливались, это разлюлим малина не очень интересно, к тому же надо оставить себе хоть какой-то формальный повод еще раз наведаться в эти края. Но казино я хотел показать, как вот это все происходит. На самом деле зрелище довольно унылое, это еще одно типичное американское времяпрепровождение на воздухе, когда ты берешь кровно заработанные деньги, особенно когда у тебя появляется много времени на пенсии, едешь туда, там вокруг очень тесно стоят разнообразные автоматы, есть конечно и столы с крупье, и кости, и рулетка, и все, что можно себе представить. Все это мигает, звенит, все улыбаются, люди тесно-тесно сидят и суют купюры в купюроприемники, кидают фишки, жетоны, все это в общем звенит и переливается. Ну в общем, не дай бог дожить до такого. Но как бы как краеведческая экспедиция, как люди живут и куда они тратят деньги, как функционирует эта экономика интересна. Естественно, в казино нет никаких окон, чтобы люди не отвлекались на течение времени, как вот это солнце мелькает по небосводу. Естественно, самый крупный отель, он соединен переходом с казино. Так, ну вот здесь наверное где-то должно быть указано, где это казино самое главное. Да, напротив казино находится этот комиссионный магазин, он работает 24 часа в сутки и там даже как есть drive-thru, то есть ночью туда нельзя зайти, а можно просто проехать в окошко, бросить то, что у тебя осталось, там какие-нибудь трусы последние, получить кэш и уехать дальше. Вот, то есть посреди гор находится вот такой вот отель. Конечно, то есть труба пониже, дым пожиже, чем в Лас-Вегасе, но тоже для тех, кто живет здесь или в соседних штатах, такое вот место, где нужно предаться лудомании. Благо казино работает 24 часа в сутки, мы там погуляли, посмотрели, не играли, хотя, конечно, стоило бы проиграть там символический доллар, а может быть и выиграть. Ну, ладно. А на следующий день поутру, выселившись из отеля, вот в этом отеле мы жили, Stonebrook Lounge, неподалеку. Покажу его. Ну, он выглядит более живописным, чем он есть на самом деле, но на самом деле нормальный отель. Поутру, выселившись, мы отправились по дороге на север, неподалеку, в 10 минутах езды оттуда находится парк, то есть начинаются все эти многочисленные кемпинги, трейлы, какие-то музеи. На этой дороге сосредоточено огромное количество всяких индейских достопримечательностей, где сувенирные лавки, не знаю, там, театр, чего-то такого. Так, где, собственно, да, вот это вот наверху, смог Mount Riding Stable. На самом деле, в регионе я искал по Google картам, не по каким-то там отзывам, много конюшен, они рекламируют, что вот у нас индейцы держат настоящих индейских лошадей, но вроде мне показалось, что это самое крупное, и у них на сайте наиболее прозрачно было указано, как они услуги свои оказывают. Мы не были уверены, что у нас будет силы и желание кататься на лошадках, не звонили к ним, не осуществляли предварительной записи, но когда мы приехали, оказалось, что и людей там много, и лошадок там много, десяток найдется, которые постоянно ходят туда-сюда, и можно поехать. Можно было заплатить за тур на час или на два с половиной часа, для меня это был первый опыт катания на лошади, и мы взяли час, хотя я был готов к двум с половиной, но мне сказали, что, наверное, час тебе хватит. И мне очень понравилось. Лошадки там смирные, лошади, мы коня ни одного не видели. Естественно, ходят они мелким шагом друг за другом, но тебя за поводья никто не водит, причем вы идете по настоящему трейлу, где очень крутые подъемы и спуски. Вот, пожалуйста, это еще широкое место, видимо, здесь предводитель группы спрыгнул с лошади, чтобы снять, сфотографировать клиентов. Детям, кстати, тоже можно. Да, но в целом рельеф такой серьезный, то есть ты сразу понимаешь, что ты не просто там в парте катаешься. В одном месте даже лошади пересекают ручей, ручей довольно бурный, он крупной галькой посыпан, и прям страшно, чтобы лошадь ноги не сломала. Хотя им, наверное, привычно, но все равно. И лошади он по колено или даже выше. В общем, никакого экстрима, все тихо, спокойно, чинно, благородно. Вот их конюшенка. Вот. И мне понравилось, я даже не ожидал. На следующий день необычно болели мышцы растопыренных ног. Это, кстати, даже, возможно, моя лошадь. Я на белой лошади ездил там. Вот этот ручей, про который я рассказывал. Но это короткий маршрут, час. Можно два с половиной, а по спецзаказу тебе устроят полноценное конное приключение. Но, да, действительно, мне часа хватило. Я думаю, что кавалерийская походка преследовала бы меня гораздо дольше, если бы я два с половиной часа поехал. так что, да, это я тоже рекомендую. Я, кстати, даже стал искать похожие места неподалеку от города, где я живу. Но пока что вот находятся только всякие разные конно-спортивные школы, где ты должен покупать абонемент, где никаких трейлов нет, тебя водят по кругу. Ну, это неинтересно. Окей. В общем, эти самые конюшни стали для нас самой удаленной точкой путешествия. Мы еще не до конца осмотрели Чироки, хотя общее представление о жизни индейцев мы в целом получили. И отправились обратно. Я уже говорил, что обратно мы закрыли для себя Блю Риш Парковой, поехав по этому верхнему сегменту. Но там, где он пересекается с шоссе, мы встали на шоссе и двинули напрямую в город Шарлотт. Шарлотт, он находится от моего дома примерно в двух с половиной часах езды. Но отсюда мы добирались почти пять часов. В первую очередь из-за пробок, потому что был праздник, Memorial Day, все куда-то ехали. Я думаю, что если бы не пробки, мы бы за три успели. Но все равно было это утомительно. К вечеру мы доехали в Шарлотт, там нас уже ждали друзья, они нас приняли как родных, мы прекрасно провели время. И далее нам предстояло рано-рано встать, поскольку на следующий день у нас уже были куплены билеты на весь день в парк развлечения Caravince. Вообще из этого региона большее число людей ездят в парк развлечения уже на юг, во Флориду, не так вот и далеко, а там находится Орландо и Уолт Дисней. Это не один парк, а сразу много и куча всяких сопутствующих развлечений. Но хочу сказать, что вот Каролинский Caravince, он тоже интересный. Этому парку уже 50 лет, он постоянно обновляется и конечно он выглядит более местечково, там меньше, менее атмосферно, чем Орландо. Я не был в Уолт Дисней, но я был в Universal, в одном из трех парков. Вот. Но у него есть и преимущества значительные перед более известными парками. Во-первых, там меньше народу. Мы специально подгадали ехать в день после праздников, и это в принципе сыграло нам злую шутку. Этот парк, он и парк аттракционов и аквапарк. Мы планировали посетить оба и билет там на оба, но аквапарк был закрыт. Причем без каких-то объяснений причин, без компенсации, без комментариев. Ну вот сегодня закрыто. Но аттракционов там столько, что у нас едва хватило времени их все посетить. И что касается аттракционов, в частности американских горок, всяких самых разных, этот парк даже лучше, чем Universal. Но это специфическое развлечение. Кому нравятся вот эти перегрузки, то добро пожаловать туда. Там с этим все отлично. Кому нужна вот эта атмосфера праздника, там с этим все-таки попроще. Из маскотов, каких-то тематических штук для детей, но есть две. Во-первых, это естественно авиация, поскольку Северная Каролина гордится тем, что братья Райт первый полет на самолете тут осуществили. Есть зона с тематическими аттракционами, посещенными самолетом. И вторая это Снупи. Ну если вы знаете такой вот мультсериал, вот это вот такая типа собака и дети. Ну в общем такое. Не знаю, но фанаты есть. Если вы фанаты Снупи, то вам определенно оттуда. А так видно, что там где-то трава пробивается сквозь плиты асфальта, не так все там ярко, местами не так все современно, но есть и супер современные горки. Вот например, вот это Fury 325 я читал долгое время, была названа вообще лучшей горкой в мире несколько лет подряд. Она по-моему 2005 что ли года. И среди горок своего типа она является не самая быстрая вообще, но именно своего какого-то типа. И самая высокая, самым высоким спуском и самая быстрая. Ну и горка впечатляет. 325 она называется, потому что время поездки по ней длится 3 минуты 25 секунд. То есть довольно долго. К тому же парк находится как раз на границе Южной и Северной Каролины и эта горка ездит из Северной Каролины в Южную, а потом обратно. То есть можно съездить в другой штат, не слезая с аттракциона. И это в принципе правда для нескольких горок, которые там находятся. Там есть и другие горки, у них у каждого своя фишка. Например, на одной ты едешь не сидя, а лежа и головой вперед, на другой там много мертвых петель и она замирает, когда вы вниз головой на этих самых мертвых петлях находитесь. Есть еще одно преимущество перед Юниверсалом у этого Северокаролинского парка это еда. Конечно, это не очень совместимо хорошо с американскими горками, поэтому я воспользовался едой, но не воспользовался всеми горками, потому что меня несколько мутило. Можно было на большем количестве их поехать. Если в Юниверсал еда по умолчанию это какие-то хот-доги совершенно мерзкие, резиновые, а нормальная еда стоит совсем непредставимых денег, то в Каравинс конечно не особо дешево, но еда прям нормальная, с нормальным южным гостеприимством. Там есть ребрышки какие-то свиные, половина курицы. Мы купили дополнительный пакет к входному билету, который давал право есть в течение всего дня с интервалом в 90 минут. Ну и отдельно еще купили пакет, который позволял перенаполнять газировкой стаканы неограниченным. Один на двоих. Так что вот, если для вас большим разочарованием является качество еды в парках развлечений, то тут там все нормально. Кроме американских горок есть, конечно, и карусели, вот, но таких вот развлечений типа шоу, парадов нет. Есть регулярные выступления на сцене героев мультфильма Снупи раз, по-моему, в час. Вот, и это, наверное, все. Да, еще, может, потому, что мы были в будний день, но не все горки работают одновременно. То есть, к каким-то горкам ты подходишь, а написано, что она вот не работает, а потом внезапно без какого-то расписания начинает работать, а другая закрывается. И я видел, что персонал там просто переходит от одной горки к другой. Но, поскольку народу не так много, то успеть можно покататься на всех. Их там, насколько я помню, 57 штук, включая совсем детские. И я даже близко на таком количестве не покатался, но я накатался надолго на горках, и мне, в принципе, больше даже не хочется. Если вот в Орландо, в Юниверсал и в Германии я ходил в Большой парк развлечений, там считается нормальным на топовую горку стоять в очереди полтора часа и более. То здесь только на одну горку мы стояли полчаса, а так обычно либо вообще сразу подходили, вот в частности на вот этот вот Фьюри 325 сразу пришли и зашли, либо ну не больше 10 минут мы стояли. Так что в этом плане парк тоже хорош. Кто любит американские горки, тем я его рекомендую. Надеюсь, что удастся побывать там еще и в аквапарке поплескаться. Погода была не жаркая, нам повезло, но все равно аквапарк посетить хотелось. В общем, с кружащейся головой, полностью истощенные, мы вернулись к ночлегу в этот день. Это был вторник. И на следующий день у нас было запланировано на самом деле ключевое мероприятие этой поездки. Это концерт Бориса Гребенщикова. Я никогда прежде не был на концерте Гребенщикова, а тут он как раз приехал в этот регион. Мы купили билеты и пошли туда. Весь день мы провели в отходнике после парка развлечений, немного погуляли по городу, съездили и немного посмотрели находящиеся на севере от Шарлотта еще один парк Лейк Норман, но не гуляли там. Вернулись назад, а к вечеру мы были уже готовы клубиться. Концерт проходил в клубе в центре города. Он был очень хорошо организован кем-то из русскоязычной диаспоры. Большая часть посетителей были русскоязычными, хотя кое-кто и прихватил своих англоязычных местных знакомых. Концерт начался с опозданием на полчаса. Насколько я понимаю, я не больших ходов по концертам. Это нормально абсолютно и бывает и подольше. Исполнители заставляют разогреться аудитории. Правда, в этот раз на разогреве были только спиртные напитки, на сцене никто не играл. Я знал, что Гребенщиков уже не молод и просто не знал, чего ожидать от этого концерта. Но он прям жёг-жёг. Всю свою программу он сидел на кресле, не вставал, но играл очень активно, агрессивно, пел вдохновенно. Причём вся программа и исполнения были абсолютно нейтральными и политкорректными, что тоже правильно в наше непростое время. И не давало никому поводов разжигать какую-то рознь. И вообще, кстати, я оказался впечатлён, что вот вживую от Гребенщикова прям исходит какая-то аура спокойствия и доброты. Он такой прям спокойный, спокойный. А когда каждый раз после песни ему хлопают и он говорит аудитории спасибо вам, прям пробирает, прям кажется, что вот да, вот он прям тебе сердечно благодарен. В общем, да, были много старых песен и медленных песен, и быстрых песен, и грустных песен, и весёлых песен. Вот. И только в 11 часов выступление закончилось, музыканты уходили минут на 20 на перерыв, а так они играли без перерыва. Играл он в составе БГ+, это не совсем аквариум, но в интернете видно там, кто входит, там бывший басист из кино, уже пожилой мужик, барабанщик тоже пожилой, его этот любимый гребенщикова флейтист Брайан Финниган, и, кстати, флейтист прям сжёг напалмом, то есть он такое на флейте вытворял, что я вообще не представлял, что флейта может. Я, конечно, слышал в студийных версиях песен аквариум, что-то такое, но, блин, вот вживую это посмотреть, это было прям круто. Также там присутствовал клавишник, очень молодой и при этом ещё моложавый товарищ, который весь концерт шаманил что-то над своими синтезаторами, что-то подкручивал, а порой брал в руки и баян. как баянист он, ну, как бы средненько вроде как сыграл, непонятно, что вообще делал, но мне потом сказали, не знаю, правда или нет, что, видимо, вот он своими шаманствами компенсировал недостатки акустики клуба и только благодаря ему и его героическим усилиям получилось так хорошо. Вот. А, ну и, конечно, ещё был с двумя тамтамами мой тёзка, сынуля Бориса Гребенщикова, такой бородатый, который иногда их так вот поглаживал, иногда так вот треньковал в колокольчик в особо драматических местах. Вот. Ну, в общем, центральным, конечно, звеном выступления был сам Борис Борисович, он сжёг, мне очень понравилось, я пару песен прям записал на смартфон, себе на память и всячески всем рекомендую. Сейчас как раз идёт тур БГ, я не знаю, может уже поздно на него билеты покупать, но если вдруг вы сможете, то прям хорошо. Вот. Ну, в общем, в 11 часов вечера мы закончили, мои спутницы уже носиками клевали, пришлось их отвезти домой, хотя я узнал потом, что БГ выходил на БИС, исполнил город золотой, но в принципе я уже наслушался вполне, уже это было не в удовольствие и я не особо жалею, что уехал до БИСа. Ладно, около полуночи мы были в кроватях, а на следующий день нам предстояло подъём в 6 утра, чтобы двинуться домой, поскольку отпуск уже закончился и к 9 утра надо было быть на работе. Мы, хотя нормальный путь от Шарлотта до треугольника занимает два с половиной часа, сумели управиться в 2 часа 20 минут, рабочий день начался без приключений, хотя голова немного гудела от пережитого, от различных впечатлений, тут и горки с аттракционами, тут и гребенщиков со своим сыном, тут и парки, индейцы, казино, лошади, в общем, всё, что только можно. Так что отпуск удался, двух дней нам хватило, чтобы зарядиться энергией, мне вон хватило даже, чтобы описать наши впечатления на видео. мы планируем две-три недельки передохнуть, а потом двинуться в следующее приключение, на этот раз уже без дополнительного отпуска, только лишь в течение двух выходных дней, но на этот раз к побережью, чтобы тоже посетить огромное количество всяких штук и попутно искупаться в океане, тем более, что он уже должен прогреться и купаться там должно быть очень хорошо. Ну, в общем, до новых встреч, на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok